Церковь впервые Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Итак Он начал с Адама Адам был первым человеком Бог поместил его на эту землю И Бытие, первая глава с 26 по 28 стих Давайте создадим их по образу и подобию нашему Так что Адам, он в принципе выглядел как Бог Это была как тень Божья И животные могли смотреть на Адама и говорить О, он выглядит как Бог, как Создатель Потому что Адам был фактически сыном Которого создал Господь И вот Адам в саду Он живет там У него есть время общения с Богом Личное Бог приходит и они общаются И у него было подобие Бога Он выглядел как Господь Потому что Бог его создал по образу и подобию И помните, да, что Господь поместил перед Адамом всех животных И Адам назвал каждого Дал имя каждому И он в очередь их выстроил И Бог сказал, я хочу, чтобы ты владычествовал И над ними, и над птицами, и над всеми, над землей И он поместил его и сказал, что Земля Что ты владычествуешь над землей Вот тебе земля, и ты владычествуешь над ней Ты шеф земли И я дал вам это местописание Это первая глава Бытия С 26 по 28 стих В восьмом псалме Тоже говорится об этом Восьмой псалом с 3 по 8 стих О том, что он поставил его Увенчал И поставил владыкою над делами рук своих И еще одно местописание хочу дать вам Псалом 115, verse 16 In Russian Bible it's different Counting You should tell what it's written And I will check which psalм Okay What verse? Verse 16 Of 115 It's the heaven Even the heavens are the Lord's But the earth hath he given to the children of men 115 No Okay Let's read it And then tomorrow I'll give this to you Okay So we can have it ahead of time И третий псалом Мы найдем какое-то соответствие у нас будет в Библии И завтра мы вам скажем Потому что это явно не 115-й псалом Как в английской Библии The heaven Even the heavens Там написано, что даже небеса Are the Lord's Или Боги But the earth Но земля He hath given to the children of men Он отдал детям Человеческим Это не 115-й псалом Такого нет там Another translation is That he assigned the earth to men В другом переводе там написано Что он Переписал Подписал землю На людей Отдал ее в правление людям And to have this dominion and authority over it Чтобы мы имели Владычество И управление над землей Now God gave it to man So Man could give it away Бог отдал землю Людям Поэтому в принципе Люди Что хотели То и делали Могли отдать ее Кому угодно И мы знаем Мы знаем Что произошло В саду Он отдал ее И сатана знал Что теперь она его И что теперь он Пользуется всей властью Это то Как он Искушал Даже Иисуса Когда он встретил его Помните искушение Иисуса В пустыне Что дьявол говорит Слушай Отдам всю землю тебе Если ты поклонишься мне Потому что у меня Все владычества Над этой землей Все знакомы С этим местописанием Да Если вы понимаете О чем я говорю Если вам понятен Улыбнитесь Немножко в ответ Это ему будет Помогать Двигаться дальше И мы знаем Что Иисус Пришел для того Чтобы забрать Владычество назад Но здесь я кое-что Хочу отметить Иисус Он Восел Он сидит на небесах Иисус Иисус сидит По правую руку От Господа Он сидит там Он вот так Хорошо Комфортно сидит Иисус Христос Сидит По правую руку И будет сидеть Пока Пока дьявол Не окажется Под его ногами Он сидит Восседает И он оставил нас Чтобы мы Нагнули дьявола Под наши ноги И я покажу Это вам В Писании У нас есть работа Которую мы Должны делать С вами Когда Иисус Обращался К дьяволу В Иоанна 12 12 21 Иоанна 12 Глава 20 It's 12 Chapter 12 31 Иоанна 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 14 30 30 Уже Немного Мне Говорить С вами Ибо Идет Князь Мира Сего И во Мне Не Имеет Ничего И Когда Дьявол Пришел Чтобы Захватить Иисуса Иисус Сказал У тебя Нет Части Во Мне Ты Не Можешь Ничего Сделать Со Мной Это Очень Важно Для Нас Знать Кто Мы В Нем Чем Мы Обладаем Находясь В Нем И Чтобы Научиться Этому Можно Поехать В Индию И Там Придется На Каждом Шагу Изгонять Бесов Это Как Жевание Жвачки Каждый День Вы Это Делаете Они Все Приходят И Приходят И Прежде Чем Люди Едут Служить Туда Мне Приходилось Их Учить Чтобы Они Хотя Бо Понимали С Чем Им Придется Сталкиваться Я Задаю Первый Вопрос Который Им Вы Знаете Кто Вы Есть Окей Вы Знаете Кто Вы Но Вы Знаете Ли Того Иисуса Который Внутри Вас Потому Что Дьявол Он Может Захватить Вас Он Может Захватить Даже Меня Но Он Не Может Ухватить Никак Иисуса И Когда Я Смотрю В Глаза Человеку Я Говорю Людям Смотри Мне В Глаза Они Видят В Моем Отражении Иисуса В Моих Глазах Потому Что У Меня Есть Внутри Иисус Позвольте Мне Вам Представить Через Свой Взгляд Моего Учителя Моего Господа И Всякий Раз Они Проигрывают Те Люди У Которых Есть Бесы И Смотрят На Меня Иисус Выигрывает Каждый Раз Аминь Если у вас Нет Нутри Иисуса Никакое Дело У вас Не Получится Вот В Этом Ключе Потому Что Иисус Единственный Кто Сказал Что Дьявол Ничего В Нем Не Может Найти От Него Он Единственный Кто Был Безгрешен И Дьявол Пришел Захватить Его Схватить Ты Иисус Я Я И Они Все Упали Никто Никто Не мог Захватить Иисуса Он Настолько Могущественен Сил Он Сказал Я Сам Отдаю Себя Он Отдал Сам Себя Дьявол Никогда Не Брал Его Не Захватывал Он Сам Отдал Себя И Мы Можем Жить Сейчас В Нем Аминь И Иметь Эту Силу Внутри Вас Христос В Вас Это Надежда Для Всего Мира Аминь Аллилуйя Итак И В Бытие 3.15 Идет Пророчество Что Сын Родится И Что этот Сын Родится И Заберет Эту Власть Назад Себе Над землей И Он Будет Поражать Тебя В Голову Власть И Он Должен Был Это Сделать Через Человеков Через Людей Человек Отдал Власть Над Землей Человек И Должен Был Вернуть Власть Над Землей Первый Адам Был Человеком Обыкновенным Да И Он Был Плотским А Последний Адам Во плоти и крови Но Он Все Еще Иисус Христос Сидящий На Троне Первая Коринфянам 15 Глава 21 22 Говорит Нам В 21 22 Стихе Ибо Ибо Как Смерть Через Человека Так Через Человека И Воскресение Мертвых Как В Адаме Все Умирают Так Во Христе Все Оживут И Читаем В первом Тимофея Второй Главе Пятом Стихе Ибо Един Бог Единый Посредник Между Богом И Человек И Человек Христос Иисус Божье Слово Говорит Что Власть Должна Быть Через Человека И Он Просит О том Чтобы Мы Продолжали Хранить Его Слово Он Поселил Сюда Адама И Просил Его Хранить Слово И Исполнение Этого Слова Стоило Ему Своего Сына Чтобы Вернуть Власть Над Землей Назад И Когда Иисус Пришел Во Плоти Когда Он Стал Человеком Он Человек Полностью Он Сегодня Все Еще Иисус Христос Деяние 17 Глава 31 И Написано Написано Деяние 17 Глава 31 Стих Ибо Он Назначил День В Который Будет Праведно Судить Вселенную Посредством Предопределенного Им Мужа В Английском Написано Человека Подав Удостоверение Всем Воскресив Его Из Мертвых Всегда Была Связь Что Через Человека Будет Происходить Владычество Над Этой Землей И Эта Причина Почему Необходимо Нам Нужна Молитва И Сус Мы Молимся Такой Молитвой Пусть Твое Царство Придет Да Бог И 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 Нас Чтобы Мы С Работниками Были С Ним Чтобы Мы Работали С Ним Когда Происходят Какие-то Ситуации Это Не Происходит Автоматически Только Потому Что Бог Является Богом Он И И И И И И И И Кого-то Чтобы И Побуждает И Молиться В Ветхом Завете И 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 Мне Нравится Быть Быть В Израиле В Этих Местах Посещать Я Только Неделю Назад Как Вернулся Из Из Израиля И И Был На Горе Кармель И Вот стоит Этот Человек На Горе И Бог Говорит Ему И И И И И И И И И Помните Да Скажи, Что Не Будет Дождя И И И И И И Он Посылал Своих Учеников И И И Скажите Что Вы Видите Какая Погода Там И Они Вернулись И Ничего Не Видим И он опустился ниже Илья и молился больше, и говорит, посылает их снова, идите снова, посмотрите. Семь раз. Он возвращал их смотреть, какая погода. Возвращайтесь и смотрите. Это то же самое касается нас. Мы должны продолжать молиться. И иногда молитва занимает не просто один раз. Вам надо в некоторых вопросах продолжать молиться. О чем, что Господь говорит, как Он это видит, что Господь передает. И потом слуга вернулся и сказал, вижу облако. Выглядит, как рука человека. А потом сгустились облака, и темень пришла, и дождь пришел. И сильнейший дождь пришел. Даниил, Даниил читал Ветхий Завет, читал Писание. И он видел. И он так читает, так, в рабстве семьдесят лет, уже же закончено. И он начал прославлять Бога. И Бог сразу услышал его. Бог сразу услышал его. Но 21 день происходил бой в духовной сфере. Но ответ был уже послан. Ответ был уже готов. Ответ на молитву. Иезекиил 22 глава. Иезекиил 21 глава говорит о том, что 22 глава, простите, говорит о том, что в 30 и 31 стихе написано о том, что он ищет. Но это почему-то перевод не такой, не 30 и не 31 стих. Помните, где написано, что ищу кого-то, чтобы помолился, и нет никого. Он имеет в виду это место Писания, но это не соответствует тому, что он сказал. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю. Это разве не оно? Это Иезекиил 22-30». Молодцы. Молодцы. 22. А я все еще в 21 главе. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое огнем, ярости моей, истреблю их поведение, их обращу им на голову», говорит Господь. Иезекииль 22 глава 30-31 стих. Он всегда ищет кого-то, кто мог бы молиться. Это не всегда удобно, это не всегда легко. может, у кого-то такое хорошее время, и тут приходит Господь, говорит, «Мне необходимо, чтобы ты помолился». Вот все собрались пойти покушать, а Бог вас останавливает и говорит, «Нет, я не хочу, чтобы ты шел кушать, я хочу, чтобы ты провел время со мной». Быть ходатаем, ты должен быть другом Божьим. Быть другом Божьим, ты должен быть доступен всегда, чтобы Он для вас был номером один. Когда Он зовет вас, вы приходите. У меня так много историй, когда жизни менялись из-за того, что были провозглашены молитвы. Вы должны так на это смотреть. Бог знает, о чем молиться. Я могу не знать, о чем молиться. Я могу о чем, за что-то помолиться. И может быть, вы будете благословлены. Но Бог знает, в какой молитве вы нуждаетесь. Дух знает, о чем молиться. И Дух молится по воле и о воле Божьей. Мы молимся кусочками, частями. За вот это помолились, за вот этот кусочек помолились, вот тут промолили. Но Дух Святой, Он молится по сердцу Божьему. Он знает, о чем молиться. И это очень важно. И это очень важно, и быть ходатаем, вам необходимо иметь такого вида отношения, взаимоотношения с Духом Святым. нет другого пути, как строить это, как быть. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, вам необходимо откровение от Духа Святого о том, как молиться. Аминь. Аминь. Вам необходимо знать, что Бог говорит по этому поводу. И если вы будете практиковать это, натренированы будете, это будет с каждым разом легче для вас. Два года назад мне пришлось принять такое сложное решение. Я был с сыном, мы были в Англии, и вот мне зазвонил телефон. аневризма разорвалась в голове у вашего отца, кровотечение в голове. И я понимаю, что мне надо обращаться к Духу Святому. И я должен делать то, что Дух Святой скажет. И я был на улице в Лондоне. И я говорю, что ты делаешь с моим отцом? Что происходит, Господь? И Дух Святой говорит, мы забираем его домой. И моя семья знает меня, и они знают, что я молился за людей, и они воскресали из мертвых. И сейчас мне предстоит говорить моей маме о том, что Бог не собирается исцелить моего отца и ее мужа, что Он его забирает домой. не каждый хочет это услышать. Понимаете? Я лечу в Германию. И на следующее утро Бог дает мне слово, которое я должен буду сказать на похоронах моего отца. Он еще не мертв был. Он все еще был жив. И я лечу в Америку, и я говорю своей семье, родственникам, что Папа уходит на небеса, идет домой. Поэтому у вас есть время попрощаться с ним. Они все попрощались. мы из больницы забрали его и скорая отвезла его домой. И он лежал на кровати прямо напротив меня. И я сказал, Господь, ты сказал, что забираешь его домой. Все попрощались, ты можешь забирать его домой. И мой отец испустил дух. И ушел к Иисусу вот так. Так мягко. Но к чему я? К тому, что мы не всегда хотим и не всегда готовы услышать, что Дух Святой говорит. Родственники говорили, ну, хотелось еще чуть-чуть времени провести, чтобы он еще немножко пожил, чтобы еще была возможность пообщаться. потому несколько лет до этого я получил имейл от моего отца. И я был очень благословлен, и скажу почему, потому что за несколько лет до этого я получил имейл от моего отца. 25 лет моего служения, а мой отец все время задавал мне вопрос, зачем ты ездишь по всем разным странам, почему? почему ты ездишь в Африку, почему ты проповедуешь в Израиле, почему ты посещаешь все эти страны? И однажды Господь пробудил его и ответил ему, что твой сын приготовлен мной для народов. И мой отец рукой написал письмо, и он плакал, это было видно по письму, и он сказал, я высвобождаю как отец наконец-то отцовское благословение тебе. И Бог, он так благ, знаете, он все соединяет вместе как положено. И если вы станете его другом, вот эта близость влияет на ходатайство. Многие люди хотят ходатайство, потому что они хотят знать больше, и хотят понимать больше, и хотят знаний больше. Я знаю очень много вещей, но то, что я говорю, это только то, что он мне говорит, это то, как вы строите дружбу с Господом. Вам не надо ему рассказывать все, что вы знаете, и делиться всеми своими знаниями. Это не для нас, это для Царства Божьего, это для Его славы. Аминь? Поэтому мы должны быть очень аккуратны в том, что мы учим, как мы учимся, как мы применяем. Потому что Он даст вам силу быть свидетелями Его. Аллилуйя! Так, Иисус сказал, я построю Церковь Свою, или общину, и врата Ада не одолеют ее. И это в Писании, в это же самое время Он говорит, что Он дает ключи Царства. Он забрал ключи смерти от дьявола, когда Он поразил его. И Он сейчас отдает эту власть, эти ключи общине Своей Церкви. То, что вы свяжете здесь, на земле, то уже мною связано там, на небесах. Когда вы сталкиваетесь с ситуациями, когда враг пытается что-то удержать, что-то связать, и вы вовлечены в эту ситуацию как ходатай, что-то что-то вы не связали, это уже будет связано на небесах. Римлянам 8 глава 28 стих говорит нам, 28 стих 8 главы римлян говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я знаю много верующих, что у них не все работает во благо им. Они знают это местописание очень хорошо. И они читают его, да, да, все содействует ко благу. А ты смотришь на них и понимаешь, не все у них содействует ко благу. Поэтому вам надо вернуться в 26 и 27 стих 8 главы римлян. Чтобы 28 стих сработал. Это то, что я вам говорил ранее, о том, что Дух знает, о чем ходатай стоит. Если я буду молиться тем, что Дух молится, о чем Он молится, тогда я могу сказать, что 28 стих будет работать. побуждает молиться. Но если я не буду молиться, то, как Дух Святой побуждает молиться, я обнаружу, что не все вещи работают во благо. Не работает 28-й тогда стих. Я верю в пробуждение. Я очень верю в пробуждение. Я видел пробуждение, я сталкивался с пробуждением, и я видел, как пробуждались люди много раз. И мне нравится это, когда река приходит, и когда тебе ничего уже не надо делать, просто наслаждаться и смотреть, просто наблюдать, как Бог совершает свою работу. Я верю, что это придет и покроет всю землю, это пробуждение. И таким образом слава Божья покроет всю землю. До этого времени нам необходимо спрашивать самих себя, просить об этом, о пробуждении для этого города, для Украины, для всех стран, для всех мест на земле. Я верю, что вы призываете, вы молитесь о пробуждении, я могу видеть это. Я могу почувствовать это и даже вкус и запах почувствовать, что вы молитесь о пробуждении, вы жаждете. Я вижу и чувствую, что очень много есть внешнего давления, оно происходит, и оно сильное. Но через это Бог работает. Если вы посмотрите на обстоятельства в Библии, всегда происходило какое-то давление, и потом внезапно Дух Святой приходил. Помните, ученики, когда находились в горнице, они боялись за свои жизни, они были переполнены страхом. И потом внезапно они все были наполнены Духом. и они боялись до этого и говорили, не используй больше это имя, не говори. А потом они собрались вместе снова. И помните, место даже тряслось, и они были наполнены все Богом, Духом Святым. Это хорошее место, чтобы Бог двигался. Аминь. Аллилуйя. Захария 10 глава 1 стих говорится «Просите у Господа дождя во время благопотребное просите». И я верю, что мы находимся в это время, когда мы должны просить об этом дожде позднем. У меня люди часто спрашивают «Почему ты посещаешь Иерусалим так часто?» Я говорю «Я просто сижу на крыше». «А что ты там сидишь на крыше?» А потому что ученики так делали. Я говорю язычникам, не еврейскому населению, просто верующим других народов. Почему ты ходишь, ездишь? Почему ты ездишь в Иерусалим? Я говорю, потому что там это все началось. А последнее будет величественнее, чем первое. И я верю, что Израиль и евреи имеют часть в этом грядущем пробуждении. И реки просто начнут течь. И каждый, кто примет это, будет в этой реке. Аллилуйя. Это мои мысли. Но я верю, что это хорошие мысли. Аллилуйя. Благословен Господь. Мы готовы входить в ходатайство и сказать «Слава тебе, Господь!» Одному, чему мы научимся по поводу ходатайства, когда Иисус ходатайствовал, это не была молитва. Это не была молитва, которую Он провозглашал. Слово «ходатайство» означает «встать между двумя», «встать между чем-то». Буквально это «быть между двумя слоями чего-то». Представим, что мы вот здесь все грешники. Есть Бог. Дерево жизни. И Он готов убить нас, потому что мы грешники. И это не молитва, которой Иисус молился. Это то, что Он сам сделал. Он сказал «нет». Нет. Ты не можешь их убить, уничтожить. И Он умер за нас. Это ходатайство. Это ходатайство. Он сказал «свершилось». И в этом смысле ходатайство свершилось, исполнилось. И Он ушел на небеса. И Он воссел. Когда мы делаем, что мы делаем, это высвобождаем через молитву то, что Он уже сделал. Не то, о чем Он молился, но то, что Он совершил. То, что Он совершил. Он остановил. Это то, что Он сделал. Вот то, что мы будем с вами изучать. И мы будем изучать разные помазания, как это все высвобождается. Когда Он совершил это, Он сказал единственное слово «свершилось». «Совершенный человек». Последний Адам. Тот, в кого мы можем верить. Тот, кто никогда не покинет. И не отдаст. Первый Адам отдал бразды правления землей. Последний Адам никогда этого не сделает. Это то, что мы будем изучать. Это то, что мы с вами будем изучать. Как это высвобождать. Из тронной комнаты, из трона. Небеса спускаются. И слава наполняет комнату. Аминь. Царство Божье. «Приди». «Приди». «Воля Божья» «Досовершится» «На земле». «На земле». «В нас». «Здесь, среди нас». «Приглашайте Его, чтобы Он пришел». Это очень замечательно, когда вы можете совершить это, провозгласить это в ситуациях, когда кто-то связан. Потому что Господь хочет сделать их свободными. И мы, как люди, можем осуждать или судить. О, ну, наверное, Он заслужил, или это так произошло у Него. Но Бог, Он пришел, чтобы освободить таких людей. У меня была такая ситуация, когда женщина пришла и говорит, «У меня много демонов». Она просто на заправочной станции ко мне подошла и говорит, «Слушай, у меня много-много демонов». Я говорю, «Слава Богу!» Иисус искал тебя. Он тебя хочет освободить. Он искал тебя. И она говорит, «Меня?» Я говорю, «Да, тебя искал». И Бог освободил ее, ее мы помолились, и она стала посещать церковь, и она свободна. И это не то, что ты плохой человек. Она была очень нехорошей женщиной. Но Иисус это делал постоянно. Помните, с Марией была полна демонов. Но она поверила. И Он освободил ее. Аминь. И это наша работа с вами. Освобождать людей. Свободные люди освобождают людей. Аминь. А кого Сын освободил, тот истинно свободен. Аминь. Аминь. Аллелуя. Аминь. Аминь. Перерыв. Bye. Аминь. 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 А а Продолжение следует...